Раньше, чтобы заказать в Краснодаре хорошую вещь у адыгского мастера, приходилось долго ждать, а потом ехать в Майкоп или Нальчик за этой вещью. С сентября этого года все стало проще с открытием интернет-магазина продукции черкесских адыгских мастеров на сайте этно-черкесия.ру. На этом сайте представлены различные товары самых разных категорий. Это и мебель, и посуда кухонная из дерева, и декоративная керамика, музыкальные инструменты, одежда и белье, книги и фильмы, различные сувениры. Многое из готовых товаров всегда доступно на складе в Краснодаре, а такие индивидуальные вещи, как столики Анны, детские люльки Гуще, музыкальный инструмент Шичепшин, изготавливаются под заказ по вашим предпочтениям. Сегодня магазин представлен только в интернет-версии, отдельного помещения, куда можно прийти и просто посмотреть на продукты нет, но это дело времени. Работает магазин круглосуточно, достаточно выбрать товары в корзину и оставить заявку. Доставка по Краснодару осуществляется курьерами или через такси, бесплатная доставка работает при покупке на сумму более полторы тысячи рублей. За пределы города и края товар передается также курьерами, при этом стоимость определяется индивидуально в зависимости от объема и цены товара. Также можно забрать товар самостоятельно по предварительной заявке по адресу город Корсандар, улица и подробная 49. Если в магазине чего-то нет, всегда можно написать в группе магазинов ВКонтакте, Фейсбуке или на странице в Инстаграм об этом. Возможно желаемый товар добавится в ассортимент. Оплата возможна как наличным, так и безналичным расчетом, в том числе через расчетный счет юридического лица. Все подробности указаны в графе условия на сайте или в описании любой из групп в социальных сетях. Магазин активно развивается, каждый день поступают новые виды товаров, так что следите за обновлениями и пишите ваши пожелания в группах. Буду рад вас видеть в числе довольных покупателей. Всем привет, в эфире заметки о Черкесии. Сегодня у нас небольшой промежуточный ролик, посвященный той самой башне римской в архипоосиповке, о которой я как-то давным-давно говорил в одном из первых выпусков. В эти промежуточные ролики пока готовится большой выпуск про генетику, там очень-очень сложно, достаточно все оказалось, и в этом приняли участие в подборке материалов множество разных людей, поэтому, чтобы ни в чем не ошибиться и сделать более-менее такой объективный ролик, пока вот ждем. Попромежуточно поговорим о мелких вещах. Попробуем раскрыть более подробно историю римской башни, так называемой, в архипоосиповке, потому что в прошлый раз мы, в общем-то, ограничились просто видом руин и все, а теперь подробности появились. Она была открыта в 1999 году экспедиция Иран, именно северокавказской мегалитической, под руководством профессора Мелешко, я так понимаю, профессор, скорее всего. Как бы эта башня не совсем просто башня дозорная, это башни с маленькими поселениями при них, и относились они к периоду Боспорского царства, которое в Крыму было, греческого Боспорского царства. Дело в том, что до открытия этой башни считалось, что самая дальняя восточная граница этого Боспорского царства – это территория Новороссийско-современного. Вот между Новороссийском и Анапой подобного рода башен найдено достаточно много. Их там прям по побережью какое-то количество прям. И каждая эта башня, она дозорная, но при этом вокруг нее небольшое поселение существовало, то есть люди там постоянно жили. Но в 1999 году нашли эту башню и теперь она является маркером самой восточной границы Боспорского царства. В чем как бы суть ее? Именно дозорная башня. То есть она наблюдала за довольно большой территорией. Она на таком, как бы сказать, между морем и горами небольшом выступе, который в сторону моря от Горного Хребта идет, она вот на нем стоит. И получается как бы башня, учитывая, что она примерно была трех-четырехэтажная, она как бы получается делать большой обзор вокруг и позволяет делать судам безопасную стоянку, контролируемую в этом месте, для того, чтобы двигаться дальше в ту же, допустим, территорию тогда Абхазии. Там, где были древние поселения большие, греческие, в том числе Боспорские. Получается, что этот дозор, как бы он существовал для того, чтобы обеспечить безопасность кораблям. И они, как бы, обеспечивали провианты, проходящие суда. Там внизу вот эти узкие бухточки, в которые вот они высаживались. Башня сама относится к периоду рубежа нашей эры. Она существовала примерно чуть меньше ста лет. И последняя половина первого века до нашей эры, и первая половина первого века нашей эры, получается. Вот этот узкий промежуток, так она там существовала. То есть, построена она была каменного основания, все остальное, что выше, оказалось деревянным. Это легко определили, потому что она, в общем-то, эта башня сгорела. И видно было, что нижние ее части каменные, они подверглись меньшему воздействию огня, чем, допустим, верхние, которые обвалились. Там прямо вот, где песчаник был, он обгорел, как вот в обербурге, грубо говоря, в керамику превратился. Находки определенные там были вокруг башни. Находки бытового характера, видите, всяких амфор, кувшинов, шлемы боспурские, там разного рода вооружения. Общая высота, считается, была пять с половиной метров, и с нее очень хорошо было видно на восток, это до беты, там, где санаторий беты сейчас, вот, ограничивался обзор. А на, точнее, на запад, это направо от башни, если к морю стоять. А на восток, в хорошую погоду, безветренную, без облаков, просматривается Ладыгомыс. В общем-то, там, если стоять, там, действительно, довольно очень далекий обзор побережья идет. Ну и последнее, что можно сказать по поводу этой башни, и учитывая датировку, она, как раз, получается, была уничтожена в тот период, когда боспорским царством стал, фактически, управлять Римская империя, то есть, полностью подчинив население и последний царь, в общем-то, боспора был, как бы, лишен своей должности. Скорее всего, видимо, какое-то было, в связи с этим переходом власти, какая-то стычка с местным населением происходила в этот момент, что и привело к вот этому конфликту, уничтожению этих дальних обзорных башен. На этом ее история и закончилась, и на сегодняшний день, вот после раскопок, значит, там, на территории башни, можно посмотреть на сам фундамент этот, он такой, в лесочке находится за фундуковым садом, садом, и там же находится внизу на спуске небольшой такой, знаете, как типа музейчик под открытым недом, под палаткой, там разные экземпляры выставлены, не только из дозорной башни, но и вообще, в принципе, по периоду всего Черноморского побережья, вот этого боспорского периода находки, и от древнейших времен, начиная, там, всякие мамонтовые кости, допустим, к примеру, или там, бронзовый век. Также находится и гид, который может все это рассказать, показать, и про башни, и вообще, в принципе, про период древности Черноморского побережья. Стоимость сейчас не знаю точно какая, но в прошлом, в прошлом году была она, примерно 100 рублей именно с гидом пройти, и 50 рублей просто посмотреть самостоятельно. Ну, как бы, если есть время, рекомендую гида, это займет, конечно, час-полтора, но это довольно интересно оно будет. Ну, а на этом все, ждите следующих выпусков, и всем пока, делитесь с друзьями, комментируйте, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok